Здравствуйте! Меня зовут Галина Серебрякова, я специалист-консультант компании Кодерлайн. И хочу сегодня поговорить с вами о документе «Заказ-наряд» в 1С УНФ. У нас последняя версия программы на сегодняшнее число, это 24 июля 2020 года, 1.6.21.114. Давайте рассмотрим этот документ. Для чего предназначен «Заказ-наряд»? Для учета выполняемых работ прежде всего. Находится этот документ в разделе «Работы». Этот раздел будет доступен, если включена соответствующая опция в настройках учета. Заходим в раздел «Компания», «Еще больше возможностей», «Работы» и «Выполнение работ и оказание услуг». Включаем данную опцию. И дальше у нас будет все это доступно. С помощью «Заказ-наряда» отражаются операции планирования и учета сервисных работ и услуг, таких как парикмахерские услуги, ремонт обуви, ремонт одежды, автомойка. То есть те работы, услуги, которые имеют короткий производственный цикл. Для проектных работ, частичное закрытие, накопление затрат в течение периода, необходимо документ применять с заказ покупателя. Главная особенность документа «Заказ-наряд» и чем он очень удобен – это то, что в нем можно отразить сразу несколько операций. Давайте рассмотрим их. Это операция работы. В данном случае мы используем монтаж и установка кухни. Это операция по продаже товара покупателя. Это начисление заработной платы сотрудника. Попробуем с вами его заполнить. Выбираем «Покупатель», «Договор» и ставим обязательно «Даты». Это плановые даты, начало и окончание данных работ. Выбираем склад, с которого у нас будут списываться материалы, используемые при осуществлении данной работы. Переходим на закладку «Работы». Указываем выполняемый перечень работ. В данном случае у нас монтаж и установка кухни. Выбираем номенклатуру с типом «Работа». Если есть материалы, которые при этом списывались, то добавляем их в закладку «Материалы». В данном случае мы использовали «Евровинт». Если в данном заказе клиент пожелал еще, чтобы ему и продали товары, то это вполне можно сделать в одном документе. В закладке «Товары» вы можете перечислить ту номенклатуру, которую вы продаете ему вместе с выполненными работами. «Материалы заказчика» – закладка. Здесь отражается перечень материальных ценностей, принятых от заказчика для выполнения заказа. Указанные сведения носят информативный характер и не отражаются в регистрах по учету запасов. «Оплата» – оплата может быть автоматически, может быть вручную, может быть использован помощник. В данном случае у нас переносится вот эта сумма. «Ресурсы» – ресурсы, которые есть на предприятии. И они могут быть использованы при производстве данной работы. «Заработная плата». Здесь указывается распределение заработной платы исполнителей непосредственно при выполнении данной работы. И распределяется… Если здесь будет несколько работ, то, соответственно, и несколько строк будет по распределению на данные работы. Платежный календарь позволяет нам запланировать оплату, которая будет произведена. При статусе «Заказ завершен успешно» это означает, что мы можем произвести отгрузку. И в печатной форме мы можем распечатать как счет на оплату, так и документы отгрузки. В данном случае это акт об оказании услуг ТОРК-12. Проверить оплату и выполнение заказа наряда можно с помощью отчетов в разделе «Работы», в «Аналитики» есть отчеты. Очень удобный ресурс. В данном случае мы выбираем с вами отчет «Выполнение работы и оплата заказов». У нас выходят все, но мы хотим с вами определенный. Выбираем наш заказ и смотрим по нему. Видим, что сумма документа 9.295, оплачено всего 9000. Осталось оплатить клиенту. И, собственно, все, что клиент заказал, все мы ему отгрузили. Конечно, оплату хочется получить сразу, но здесь ярко видно, что не доплачено. Как это у нас выйдет в статусах? А в статусах у нас горит красным. То есть мы четко знаем, что здесь мы недополучили деньги, но при этом произвели отгрузку, что у них есть хорошо. Для контроля обеспечения запланированных работ предназначен отчет потребность в запасах в разделе закупки и точно так же в аналитике отчет потребность в запасах. Попробуем отсортировать по нашему заказу. В данном случае у нас все, что нужно было, все было отпущено. Итак, подведем итог. При проведении документа заказ на ряд со статусом «Завершен успешно». Будут отражены следующие операции. Получение выручки на сумму документа. Формирование себестоимости продажи. Выручка отнесется на подразделение, указанное на закладке «Дополнительно». Себестоимость будет рассчитана, исходя из стоимости списания материалов, проданных товаров, издельной заработной платы исполнителей. Списание используемых материалов, запасы, которые указаны на закладке «Материалы», будут списаны со склада, указанного на главной закладке. В данном случае это склад материалов. Стоимость списанного материала автоматически войдет в себестоимость работы, на которую он отнесен. Списание проданных товаров на одноименной складке «Товары» спишутся со склада в себестоимость продаж. Начисление заработной платы сотрудников в табличной части зарплата сумма издельной оплаты спишется на себестоимость работы, на которую она отнесена. И все вышеперечисленные операции будут зарегистрированы на дату, указанную в поле «Финиш». В нашем примере это 6 апреля 2020 года. Вот такой удобный инструмент мы сегодня с вами рассмотрели. Всего вам доброго!